Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения. И сегодня я буду приводить в порядок вот такую аглоанему. У нее очень вытянулся ее стволик, стал вот таким высоким. Чтобы избежать такого состояния, нужно растение почаще пересаживать и при пересадке этот стебель заглублять в грунт. Но если случилось уже вот так, как сейчас, то здесь уже необходимо применить обрезку растения. Растение находится у меня дома уже 6 или 7 недель. Я его подкормила удобрениями и уже начали расти более здоровые крупные листики. Поэтому я думаю, обрезку она перенесет легко и легко даст корешочки и новые отросточки. Начну я с обрезки самых верхушечек. Вот эти старые листики я пока убирать не буду. Уберу тогда, когда дождусь корешочков и буду пересаживать растения в грунт. Само укоренение буду проводить в воде, чтобы наблюдать за появлением и развитием корней. Вот здесь стебелек еще небольшой. Обрезку я делать не буду. Когда буду пересаживать растения, немножко его заглублю и покажу, как это сделать. На обрезанных пенечках будут просыпаться почки и начнут развиваться новые молодые растения. Вот эти пенечки достаточно большие остались, поэтому я могу срезать еще раз. И попробовать укоренить вот такой черенок, пока еще без листьев, без корней. Будет сложнее, но сделать это возможно. Здесь остались несколько растений у меня, которые обрезать не нужно, но которые нужно будет отсадить от этих пенечков. Либо вместе с пенечками потом пересадить, либо если нужен большой куст, можно прям вот таким образом взять и пересадить его в более крупный горшочек. И от пенечков потом пойдут новые отростки и будет очень-очень пышным. Мне кажется, здесь достаточно много уже получится растений, потому что 4 уже сейчас готовых, плюс у меня получилось 8 пенечков. Даже если каждый из них даст по одному новому ростку, конечно, это уже очень много. Поэтому пока я буду ждать появления корней на верхушечках, которые я срезала, возможно, за это время уже появятся новые отростки на пенечках, которые остались в грунте. И там уже я посмотрю, как их рассадить. Верхушечки я немножечко подсушу. Срез можно обработать активированным углем. Либо второй вариант. Я ставлю это все в водичку и добавляю кусочки алоэ, чтобы это все не начало подгнивать. То же самое я сделаю со срезами, которые промежуточные у меня получились. Также немножко их подсушиваю и поставлю воду. Прошло 7 недель. Давайте посмотрим, что получилось с начеренкованными растениями. Итак, которые были просто пенечки без листиков. Первый вот начал только-только корешочки отращивать. У второго уже побольше появились. Видно, что наклевываются почечки, где потом будут прорезаться листики. Но пока здесь видно очень большие уже корни. Но пока мы не посадим грунт, этот процесс будет идти... Вот еще одна почка. Этот процесс идти будет очень медленно. Поэтому чем быстрее растение окажется в грунте, тем быстрее начнется рост листьев. Так, теперь верхушечки, которые я поставила в воду, они отсушили частично нижние листья. Но зато уже вот какие корни. Тоже, видите, один и второй прям хорошо нарастили. А вот третий тоже только-только просыпается. Вот, в прошлый раз я оставила два таких стаканчика. В одном было три верхушки и в другом. Но спустя неделю я решила один из стаканов пересадить в грунт и посмотреть, как будут развиваться растения в грунте. Вот они, все три, эти растения. Достаточно неплохо прижились. То есть те два отличные. Этот немножечко грустный, но тоже живой. Вот, корни отлично в грунте наросли. Здесь, сквозь стеночки горшочка, это можно увидеть. Здесь и здесь. Ну, давайте вытащим, посмотрим. Интересно же разницу между тем, как они наросли в грунте и в воде. Так, потревожим немножечко. Вот. Сильно разницы я не вижу. Здесь, единственное, их может быть больше вдоль ствола. Давайте вот так сравним. Вот здесь просто поменьше корешков развилось, а там, где грунт, их в разные стороны прям больше. Поэтому можно укоренять растения и в воде, и в грунте. В принципе, разницы нет никакой. Давайте посмотрим, что происходит с оставшимся растением в горшке. Вот оно продолжает расти. Вот боковой черенок развился, уже выпустил два листа. В прошлый раз, когда я снимала, здесь только-только вот... Первый лист еще, по-моему, не был раскрыт. Вот, уже раскрылось два, третий. Вот тут что-то из грунта уже выросло. На срезах тоже почки набухли. Ну, следующий этап. Теперь здесь мне нужно вытащить это все из горшка, разделить. И теперь все это красиво в горшочке рассадить. Я вытащила растение из горшочка. Как-то меня спросили, какая корневая у Аглонима. Вот она у него, она поверхностная. Можно ли ее сажать в глубокие горшки. И посмотрите, какие она может нарастить корни. По-моему, сложно назвать это нежными, слабыми корешками. Тем более поверхностной, корневой. Будь у нее возможность, она бы еще и еще росла вниз. Сейчас мне придется ее делить. Уделение это будет достаточно грубым. Я думаю, кто давно смотрит, мои видео уже привыкли к таким методам. Сейчас освобожу немножко от керамзита. Тут было очень много его внизу горшка. Корни будут ломаться, это однозначно. По-другому это растение просто будет невозможно разделить. Но ничего страшного в этом нет. Видим, корешочки достаточно быстро и легко нарастают. Растение особо не стрессует. Но разделить этот куст сейчас нужно. Потому что он уже очень плотный. И хочется как-то более редкий куст иметь. А не столько стволиков в одном горшочке. Скоро осталось был видę. И вот мы замечаем. Красотый куст. Красота рост. Красота. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...